10 минут. Уделал атеизм окончательно, конец атеизма. Спасибо большое. Поехали, ребят. А-те-изм. Спасибо подписчику, приславшему этот замечательный видос. Впрочем, спасибо всем вам, кто что-то присылает или просто пишет в комментариях. Добрый день. У нас сегодня инструкция о том, как верующим уделывать атеистов. И сегодня мы поговорим о том, как уделать атеиста за 5 минут. И все-таки это огромное заявление, поскольку аргументы и факты по такому уделыванию должны быть прям железобетонными. Первое, что надо сделать, это надо удивить атеиста. Удивить стройными логическими цепочками и фактами, я надеюсь. Чувак, ладно. Просто признайте, что да, возможно, Бога нет. Я готов отказаться от этой концепции, если ты мне предложишь что-то лучшее. Но давайте поставим честный вопрос. Сколько таких осознанных верующих, которые готовы усомниться в существовании условного Бога, если им подкинуть вариант альтернативного мировоззрения? Таких единицы. Чувак, вообще термин вера, он как раз и подразумевает, что мы верим, но при этом у этого нет каких-то четких доказательств. Понимаешь, в чем дело? Вера, в принципе, так работает. Она не утверждает, она не говорит, что мы знаем. Вера содержит в себе некую долю сомнения. Минимальную, но содержит. Ты атеист. Если ты утверждаешь, что Бога нет, предложи что-то лучше. Проблема не в том, что может или не может предложить атеист, а в том, что может или не может принять верующий. Забирая у верующего веру в что-то одно сверхъестественное, верующий готов принять веру в что-то другое сверхъестественное. Что ты можешь? Ну, например, в то, что нет ничего сверхъестественного. Это тоже сверхъестественная позиция. Предложить взамен. Лично я бы предложил почитать, например, психологические типы Густава Юнга. Книжка предлагает ознакомиться с недоказанной гипотезой, которая дает понять, почему одни в Бога веруют всегда, вторые веруют так себе, третьи вообще слабо, но четвертые не поверят никогда. Научно, научно. Ну, хоть какое-то объяснение, не знаю, как появился мир, как появился человек, хоть что-то. Ну, если хоть что-то. Ну, вера в науку не очень правильный термин, но, то есть, если по-религиозному брать, по-христиански, да. Христианская вера – это определенный вид убеждений, и не все верующие в мире, не все религиозные люди в мире являются верующими в христианском смысле. Дело не в схоластике Цунады, дело в патристике даже. То есть, еще более ранний режим работы христиан, то есть, это уже сами, ну, например, у Климента Александрийского получается разделение на веру и знания, а схоластика, она уже варится в этой дихотомии разделения веры и знания. Христиане предложили это разделение, потому что они разработали вообще, в принципе, понятие веры, как таковой вот этой вот, определенной религиозной веры. И они с ним работали, ну, практически с самих истоков своих. А зачем тогда приводить в качестве примера недоказанную теорию Юнга? Учебники, в которых, слава богу, не написано о происхождении всего видимого по щучьему велению бога, которому стало скучно. И как? Учебники, это круто, да. Только атеист за это схватится, считайте, что он проиграл. Ну, спорный момент насчет проиграл. Главное, чтобы не проиграл с подливой, разбирая нелепости очередной религиозной концепции. Кстати, автор зря палит контору, ведь суть условного диспута – заболтать и уболтать оппонента. Но проблема ведь в том, что сам по себе атеизм – это лишь отрицание существования чего-то сверхъестественного, грубо говоря. Фишка в том, что атеист… Нет, атеизм – это отрицание не существования чего-то сверхъестественного. Атеизм – это отрицание конкретно существования бога. Можно быть атеистом, но верить в души, например. Возможно такая атеистическая концепция, в которой нет богов, но в которой есть души какие-то, какие-то сверхъестественные силы или еще что-то такое. Есть некоторые разновидности атеизма, которые отрицают все сверхъестественное. Например, научный атеизм, он отрицает все сверхъестественное. Но научный атеизм это частный случай общего атеизма большого-большого-большого такого. Не обязан быть наполнен альтернативными взглядами на происхождение мира и человека, и в целом атеизм не предполагает несения миссии пропаганды материалистических взглядов. Можно быть атеистом, но верить в магию, правильно, Владислав, безусловно. Атеизм отрицает Бога. Можно быть атеистом, но верить в диалектику, например. То отрицать его можно как угодно, но при этом не обязательно поддерживать концепции Большого взрыва и теории эволюции и всех остальных. Да, правильно. Дело в том, что атеисты в подавляющем большинстве случаев не являются учеными, они просто некомпетентны. Спасибо Аллаху, что все верующие поголовно ученые, специалисты и компетентны во всех вопросах. Я не буду отсылаться на чужие слова, сами они ничего не проверяли. А что, каждый верующий уже проверил всю науку и сделал вывод, что Большой взрыв и теория эволюции почему-то неубедительны, а знаменит. Так проверить всю науку невозможно. В одного, по крайней мере, в одного человека точно. То есть невозможное требование в споре озвучивать довольно странно. Значит, это дает повод верить в Бога? Так что ли? Есть целый набор физических постоянных. Кто из вас атеисты, хоть одну из этих постоянных проверял ее значение? Ну и кто из вас? Никто. Верим. Кто из вас верующих их проверял и опровергал? Да, вам может очень повезти. Ну, здесь не о верующих речь идет. Если вам попадется целый кандидат наук, который является атеистом. Мне вот ни разу не повезло встретить доктора богословия. Впрочем, тот же кандидат богословия вряд ли бы себе позволил использовать такие аргументы. Ну, типа, если ты не физик, то вроде как не имеешь права что-то там доказывать, пока... Имеешь. ...сю физику не проверишь экспериментально. Так никто не проверяет всю физику экспериментально, даже сами отдельные... Каждый самый отдельный физик ни хуя, в общем, не может ничего, в общем, проверить. Все нормально. Все нормально. В принципе, большинство, большая часть информации, которую воспринимает любой ученый, она не экспериментальная, она текстовая. Ну, и по-другому просто и быть не может. Ну, вы представьте себе, если бы каждый физик проводил бы все эксперименты, которые существуют в физике, да он бы ебнулся просто. Ну, ему бы пришлось просуществовать лет тысячу еще вперед, чтобы самому все проверить. Не покажешь одобрительную печатку аттестационной комиссии, которая все это принимала. Но он кандидат каких-то конкретных наук, например, биологии. Да, в биологии он что-то проверял, но не проверял астрофизику. Правильно. Хороший аргумент, кстати. Так, чувак не выдает никаких энциклопедических наборов знаний. Сейчас он просто показывает устройство того, как устроена наука. То есть биолог абсолютно верит физикам. Каждый физик верит другим физикам. И каждый биолог верит другим биологам. Они друг друга проверяют во многом достаточно косвенно. И наука строится по принципу, ну, в общем-то, некоторых малых групп. То есть в науке есть несколько малых групп, которые занимаются теми или иными вопросами. Люди иногда из этих малых групп перемещаются в другие малые группы. Ну, например, у нас есть... Причем все науки, даже все науки философского характера, гуманитарные, они так устроены. Например, у нас есть некое общество, которое занимается Хайдегером. Или есть некое сообщество, которое занимается, я не знаю, теоретической физикой, некоторыми ее аспектами. Допустим, да? И вот эта группа людей, состоящая из ста, тысячи, там, нескольких, там, там, вот со ста или тысячи человек, вот, хайдегерянцев у нас по России. Вот таких вот кандидатов наук, чтобы, я не знаю, ну, наверное, сотни-две может наберется максимум. Мало, их мало, да? А мы читаем их статьи, читаем их тексты, читаем вот выводки, выделки, которые они делают. И верим им, верим им, да? Соответственно, вот что они там наисследовали, какие высказывания они произвели и что они сказали. Влысав пишет, Шадов, ты не понимаешь принцип этого разбора. Тут автор ставит цель опровергнуть любое утверждение верующего. Ну, понятно, но, блядь, нахуя это делать? А, так трактир, я именно про кандидатов говорю. Ну, 200 человек это много. Ну, потому что, например, людей, исследующих философию воображения в Питере, например, больших таких основательных ребят, не считая меня, потому что я не самый большой основательный ребенок среди них. Людей 5-6 вообще, чисто вот так вот, да, которых можно вот пожать руку, подойти к ним, вот, здравствуйте. Там какой-нибудь Бородай, да, к Бородаю можно подойти, хотя он не в Питере, он в Москве. Есть, короче, некоторые персонажи, которые изучают философию воображения, их вообще мало, например. Хотя многие про нее читали. Это, ну, то есть читать о чем-то и разбираться в этой теме, и с ней концептуально работать, разные вещи. Есть мудрецы прямо среди нас, которые могут разобрать по кирпичикам суть... Ну, кантианцев тоже немного знаю. ...почти любого условного явления... Хотя из больших профессоров, наверное, парочку я бы мог назвать на его кантианцев. ...или процесса. Так что я бы не брался недооценивать какого-то специалиста в одной конкретной области. Но, с другой стороны, поговорка «талантливый человек талантлив во всем» по-моему, тоже не верна. То есть атеист, когда опирается на науку, он опирается на чужие слова. Правильно. На чужие выводы. Ну, это очевидное высказывание, с ним спорить вообще не в смысле. ...не проверял. Ну, а верующие что, не опирается на чужие слова? Те же святые книги, типа Корана и прочего, это всего лишь слова условного Мухаммада. Может быть, верующие уже проверили, что какая-нибудь там Библия не лжет? Ну и где доказательства? И это важно. Обратите внимание атеиста на... Так верующие знают об этом. А почему важно? Да все просто. Дело в том, что наука очень часто ошибается. Конечно, наука ошибается. Ее возводят по крупицам обычные смертные, а не супермудрый бог, который, если бы существовал, то, наверное, мог бы дать людям кое-какие знания. Но, видимо, ему жалко. Была гипотеза теплорода, ее потом отменили. В этом и состоит прелесть науки. Выдвигается гипотеза, которую потом ученые нагибают вдоль и поперек и смотрят, гипотеза имеет право на жизнь или опровергается. Никаких... Более-менее неплохо. ...непогрешимых, устоявшихся догм, как в религии. Это и есть прогресс. Нет, устоявшиеся догмы есть. Вообще, сам метод, который ты перечислил, ты его довольно коротко и довольно уместно, да, довольно нормально его перевел. Нормально сказал, да, нормально сейчас все сказал. Неупрощенный кун, это скорее принцип фальсифицируемости упрощенный, он правильно его очень просто вот так пересказал, все хорошо, все круто. Так вот, только проблема заключается в том, что некоторые гипотезы, они становятся сильно устоявшимися, вот они становятся такими неопровержимыми догмами, с одной стороны. С другой стороны, есть методы, которые являются устоявшимися, которые тоже являются непогрешимыми догмами, с другой стороны. Не все в науке подвижно. И с другой стороны, нет такой религии, в которой все было бы неизменно. Так, кун идет после поппера. Трактир знаний. Ну, то есть, он не просто идет после поппера, он еще и отчасти его ученик. Тут, как бы, поппер, первенство за ним. Который дал возможность заглянуть так глубоко, что верующим стоило бы эту тему не поднимать вообще. Был, например, такой закон Геккеля, да, вы наверняка видели такую картинку с зародышем, которую нынешняя биология отвергает. Закон Геккеля Мюллера, конечно, неплохо так поджег пятые точки верующим. Его иногда можно подбрасывать знающим верующим в качестве дровишек, чтобы посмотреть, как полыхает. Забавное зрелище. Да что там, даже Нобелевскую премию вручали по ошибке. Когда производите демонизацию науки такими способами, то вам тогда нужно отказаться от верующих ученых. Вы готовы отлучить от церкви своего любимого Ньютона? Кого вы там еще в ученые записываете? Эйнштейна? Вот он был ученый, значит, гореть ему в аду, не так ли? Так, вопрос. Да, пусть горит в аду. Атеист, если ты пытаешься прикрываться наукой, которую сам не проверял, как ты можешь... Владислав пишет, я правильно понимаю, что могла история пойти по пути без конфликта верующих и ученых? Да, но этот конфликт, он как бы, он сфабрикован внутри христианства, потому что изначально был конфликт между философией и христианской верой. И отсюда появилось разделение религия и, короче, философия. И, соответственно, появилось разделение на знание, которое принадлежало философии, и вере, которая принадлежала религии. Притом, знание, которое было философией, оно все равно как бы хуйня полная для дебилов. Да, оно логично доказано, оно прикольно, ну и в основном его отдавали только тем философам, которые были похожи на самих христиан, типа Платона, Аристотеля, некоторых стойков. Да, вот это типа знание, потому что оно имеет некое логическое вот такое вот оснащение, некую непротиворечивость внутри себя. Да, вот это типа как будто бы знание. А есть вера, которая не основана на этом знании, она логична по большей части, она вне логики, она не подчиняется ее законам. При этом вот то знание, которое вот в философии, оно все равно не есть знание в прямом смысле, в котором мы это сейчас используем. Ну, типа вот какая-то объективная, точная, реальная информация о том, что действительно существует. Не-не-не-не-не-не-не. То есть это не так даже понимается по большей части. Вот есть какие-то философы, которые вроде бы открыли те вещи, которые есть в христианстве. Ну, они молодцы, мы их целуем, они знания открыли. Логично, логично. Может быть уверен, что она не ошибается. Да, у китайцев и других нехристианских их ветвей нет такого конфликта. А если есть, то его завезли из Европы. Ну да, я думаю, приблизительно так это и выглядит. Конфликт знания и веры это конфликт внутри христианской, в общем-то, методологии. Когда человек разделяет что-то на знание и веру, он автоматически ставит себя в положение человека, находящегося внутри христианской культуры. И поддерживает то разделение, которое было предложено, ну, допустим, Климентом Александрийским. То есть этот человек уже в некотором роде христианин и снимает перед христианством шляпу. Лысав пишет, ислам как ветвь христианства. Ну, это, наверное, грубо говорить, что ислам ведет в христианство. Вот как дело в исламе обстоит, я, честно говоря, не знаю. С афрамическими религиями могут быть здесь проблемы. Но у меня все-таки есть стойкое предположение, что слово «вера» в том смысле, в каком оно в христианстве используется, есть только в христианстве. Вот. Хотя, может быть, есть свои какие-то интерпретации этого слова у мусульман. Но это вопрос риторический. Вот я смотрю на ваши очки, автор, и понимаю, что в вопросе улучшения вашего зрения наука не ошиблась. А проклятые ученые не сфальсифицировали изготовление линз. Линзы реально работают. Ты доверяешь их словам, не в состоянии проверить точность их выводов. Ну, почему не... Линзы не есть наука, чувак. Ты же сам научный метод уже нам показывал, рассказывал про научный метод, дядь. Ты же понимаешь, что создание линз не есть нечто научное. Линзы были созданы неучеными даже близко. Оптику, как некую дисциплину общую, практическую, начали исследовать неученые. Ну, то есть философ Николай Кузанский, он изготовлял линзы в том числе. Он был еще и кардиналом, и верующим, и линзы изготавлял сверху. Ну, они, может быть, и раньше были, Владислав, еще намного раньше были линзы. Но вот чисто вот до науки, вот в преддверии науки, хорошие такие линзы, которые потом дорабатывались уже для телескопов, да, они были еще у, соответственно, философов. Философы их делали. Ну, типа Николая Кузанского, еще кого-нибудь там. Так что здесь все тоже так довольно странно. Проблема заключается в том, что верующие знают о том, что они не могут вот этого вот всего. Они вам буквально это и заявляют. Мы веруем. Они вам говорят, мы верим, мы не знаем. У нас есть разделение на веру и знание. Понимаешь, чувак? Понимаешь, чувак? Вера, как тезис, она имеет меньшую смысловую и силовую нагрузку, чем знание. Знание – это более высокая степень догматизма такого-то, более высокая степень уверенности в своих словах. Вера, она подразумевает, ну, может быть, это не так, но как бы мне хотелось, чтобы Бог был. Я буду жить так, как будто бы Бог есть. И даже если Иисуса Христа нет и никогда не существовало, даже если Бога такого христианского нет, я все равно буду жить так, как будто бы Он есть, как будто бы есть Иисус Христос, как будто бы есть любовь, добро и все вот это вот замечательное и классное. Христиане об этом знают, чувак. Поэтому ты не можешь их тезис раскритиковать, просто повторив его. Ну вот, ну, ну, невозможно. Ну, вот это вообще никак веру не трогает. Понимаешь, понимаешь? Понимаешь? Ну, блин, смешно же. Может, у тебя не хватает научной компетенции? Все, уделал, положил на лапу. Про оптику еще в Модзе упоминалось, может быть, и да, да, да. Но тут вопрос, насколько оптика далеко может уйти еще. Но в любом случае, как бы мы оптику не рассматривали, она появилась до науки. Ну, по крайней мере, практическая оптика точно появилась до существования научного метода. Это вот на 100% зарезервировано в любом смысле во всех возможных рассмотрениях этой оптики. И химия, алхимия, химия, дефис, алхимия появилась задолго до науки. И так далее. И анатомия задолго до науки в любом смысле появилась. Тут вообще без проблем. Лопатки. Здесь интересно сопоставление с верующим. А можно назвать веру осознанным догматизмом, а знание его антитези. То есть знание неосознанного догматизма. Можно так попробовать, да. То есть человек, который знает, он думает, что он не догматик нередко. Ну, нередко. То есть как определение, наверное, не очень тонко идет, да. Но часто это так. Часто это очень, вот прям совпадает. То есть человек, который думает, что знает, он не осознает, что он догматик. Он думает, что информация, вот она реально абсолютно крута. А верующий, у него есть элемент осознания того, что вот то, что он думает, может оказаться не так. Но ему очень сильно хотелось бы. Ему вот прям очень сильно хотелось бы, чтобы это было так. И он готов всю свою жизнь этому посвятить. То есть разъебывать веру, в принципе, с помощью таких заходов нельзя. Ну, хотелось бы, но нельзя, чувак. Ну, блядь. Ну, да. Допустим, я являюсь шаманистом. И вы хотите сказать, что автор не тролль? Но я являюсь шаманистом не потому, что мне кто-то про это рассказал, а потому что это мой личный опыт, потому что я вступаю в контакт с духами. Вера основана на опытах, чувак. Не на опытах, а на опыте. Вступил в контакт с духами и уделал всех атеистов. Видимо, это духи и подсказали такую аргументацию. Я что-то переживаю, я что-то осмысляю. То есть это мой личный опыт, причем каждодневный опыт, рационально-емпирический. Не, ну по такой логике можно вступить в контакт с наукой. Причем со всей сразу. Пережить ее, осмыслить ее, получить, так сказать, каждый... Я, кстати, вступил в контакт с наукой и знаю, что она хуйня полная. Я этот гностик, я гностик среди современных религиозных догматиков. Я верю, что наука это глупость и зло. Я видел бога науки, и он ублюдок полный. Мразь. Мразь и говно, короче. Я вступил в контакт с наукой. Додневный опыт проверки всех доступной теории и гипотез. И назвать эту проверку рациональной и эмпирической. Рационально я как-то это осмысляю, эмпирически я как-то что-то чувствую. Вот я только что почувствовал, что автор просто насмехается над всеми. Ну просто я в реальной жизни дискутировал с многими... Как вступал? Просто брал и вступал, медитация там. ...условными верующими, но таких аргументов что-то даже и не припомню. Это же завал из логических ошибок. Автор опровергается... А где логическая ошибка? ...себя, просто рассказывая своей модели окружающей действительности. Чувак, в чем логическая ошибка? Расскажи, пожалуйста. И вот то, что ты сказал, полная хуйня. Набор слов. Покажи четко логическую ошибку. Давай укажи на противоречие, пожалуйста. Или где он тождество нарушил. Покажи, пожалуйста. Хоть что-нибудь покажи, блядь. Хоть что-нибудь, блядь, покажи. Хоть что-то нарушающее логические законы. Ну не знаю, например, в начале видео он говорит... ...не знаю, бог съел сатану. А в конце видео он говорит, бог не ел сатану. Ну, не знаю, укажи на противоречие. Если ты уж такой логик... Если ты такой логик, давай указывай, давай логический разбор. Давай, короче, вот у нас первая посылка, вторая посылка, третья посылка, там, последний вывод. Да, из этих трех посылок вывод, например, не следует. Разбери это логически, по-серьезному, да. Автор говорит, что вот есть А, если есть А, то есть Б, а если есть Б, то есть С. Значит, если есть А, то есть С, например. Ну и что-нибудь такое там, замути. И скажи, что автор не рассуждает в рамках вот каких-то вот истинных логических непосредственно вариаций. И все. Александр, можете записать видео о бессмысленности коэффициента IQ? Это же бессмысленно, зачем? Три посылки и все хованскому, да. А вывод какой? Непонятно. Ну, смысла, не смысла нет. А ты отец прикрываешься. Ну, тем более у коэффициента IQ есть определенный смысл. Это не коэффициент интеллекта, безусловно, потому что интеллект непонятно что. Но это коэффициент самого IQ, он показывает некий параметр, а параметр с чем-то коррелирует, ну и похуй, короче. Чужими словами, которые могут. Шат, ты не понимаешь, он панча насмотрел и читал, жалься. Ну, блин, ну чувак говорит, что он за логику, логика, 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 логика. У кого-то логические ошибки. Ну, я не буду жалиться над ним, но чувак наезжает на другого чувака как бы. Требует от него логики какой-то. Ну, давай разбор по посылкам, поехали. Ну, просто, ну, заебали. Ну, вот, смотрите, когда ты сам говоришь, я пиздец какой охуенно логичный, я пиздец какой логик классный, вот, ты логику нарушаешь, а я не нарушаю. Вот заявил, отвечай, отвечай по полной, иначе иди нахуй отсюда просто. Ну, логично, логично. Быть ошибочно. Нормально. Не, ну, молодец, молодец. Логикс энд факт, короче, пришли к вам домой.